Рзичс Посполита, Польша, борьба против проекта Северный поток, 2 обостряется. Анна Слоевска, Рзичс Посполита, Польша. 26 января 2019 года. Румыния, исполняющая в этом полугодии обязанности председателя Совета ЕС, хочет поддержать Польшу и ускорить работу над газовой директивой ЕС. Речь идет о внесении поправок, благодаря которым появятся четкие формулировки, позволяющие распространить нормы европейского законодательства на Северный поток, 2 третью и четвертую нитки российского газопровода, идущего по дну Балтийского моря. Это значит, что россияне будут обязаны предоставить доступ к трубе третьим сторонам, обнародовать тарифы и разделить функции поставщика и оператора. Эксперты говорят, что в таком случае проект окажется для России нерентабельным, поэтому страны, недовольные экспансией Газпрома, высказываются за внесение поправок в директиву, а против выступают те государства, которые заинтересованы в увеличении объема поставок российского сырья. Еврокомиссия представила проект директивы еще в ноябре 2017 года. Европарламент в ускоренном темпе одобрил инициативу, согласившись с содержанием доклада, подготовленного Ежи Бузеком, Ерзы Бузек. Совет ЕС, однако, заблокировал законопроект. Против него высказывалась Германия. Кроме того, работой Совета в 2018 году руководили по очереди две благосклонно относящиеся к Газпрому страны, Болгария и Австрия. Ситуация изменилась 1 января 2019 года, когда председательство в ЕС перешло к Румынии. Бухарест объявил, что 6 февраля он намерен провести голосование послов стран-членов ЕС, которое покажет, готовы ли большинство стран поддержать новую директиву. Это хорошая новость для Польши. Чем быстрее состоится голосование, тем больше будет шансов на то, что директиву утвердят еще до очередных выборов в Европарламент, то есть до мая. Задержка осложнит ситуацию, ведь может оказаться, что строящийся сейчас Северный поток 2 будет уже готов. Однако гарантий того, что проект будет одобрен, нет. Брюссельские дипломаты обращают внимание, что хотя 13 государств высказываются за поправки, чтобы их принять, потребуется получить согласие большинства, то есть в том числе трех крупных и продолжающих колебаться стран, Испании, Италии и Франции. Польша и ее союзникам придется попытаться склонить их на свою сторону. В свою очередь, Германия и ее союзники могут заблокировать инициативу, сформировав так называемое блокирующее меньшинство. Для этого будет достаточно, чтобы к сегодняшнему кругу друзей Газпрома, Германии, Австрии, Голландии, Бельгии, Венгрии, Чехии и Болгарии, присоединилась всего одна страна из вышеуказанной тройки. Каковы перспективы того, что новый текст директивы удастся утвердить? Испания и Италия дают понять, что они хотели бы вывести из-под действия директива газопроводы, оказывающие минимальное влияние на европейский рынок, рассказывает дипломат одной из стран ЕС, принимающей участие в работе над документом. Речь идет о локальных газопроводах, по которым поступает сырье из Северной Африки. Польша была бы готова поддержать такую поправку, например, при условии, что будет обозначен лимит объема поставок, до которого на тот или иной объект не будут распространяться европейские требования. Сложнее понять намерения Франции. В принципе она согласна с общей идеей директивы, то есть хочет укреплять энергетическую безопасность, говорит дипломат. При этом французы будут руководствоваться в своем решении политическими соображениями. Париж должен взвесить, стоит ли выступать против Германии в таком важном для нее вопросе, подчеркивает другой наш собеседник. Дипломаты признают, что на переговорах Берлину будет легче, чем Варшаве, склонить на свою сторону другие страны, но судьба директивы еще не предрешена. Возможно также, что Румыния с подачей Германии в последний момент откажется от проведения голосования. Это, однако, менее вероятный вариант развития событий. Румыния испытывает давление также с другой стороны, представленной не только Польшей, но и США, важным союзникам Бухареста. Американцы угрожают ввести санкции против европейских компаний, которые входят вместе с Газпромом в консорциум, занимающийся строительством Северного потока, два немецких Юнипер, Унипер, и Винтерсхол, Уинтершел, французской Инжи, Янгия, англо-голландской Шел, Шел, и австрийский АМФ, Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.